В Казанском университете прошло заседание ученого совета под председательством ректора Ильшата Гафурова. Все подробности далее. Мероприятие началось с подписания соглашения сотрудничества между Казанским университетом ООО «Акбарс цифровые технологии» и ООО «Нейротренд», а также о пролонгации партнерских отношений с Институтом физико-химических исследований «Рикин» до 11 мая 2026 года. Огромный эффект имеет данные партнерства, поскольку у нас постоянно 9-10 человек находятся на территории Рикина, и мы имеем доступ ко всем лабораториям, не связанным с оборонным комплексом Японии. Также в рамках заседания особо отличившимся сотрудникам Казанского университета Ильшат Гафуров вручил ведомственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Далее члены совета перешли к рассмотрению вопросов повестки дня, связанных с выборами заведующих кафедрами, конкурсным отбором претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-предподавательскому составу, представлениям к присвоению ученых званий, а также выдаче дипломов доктора наук, кандидата наук в Казанском университете. Также участники заседания утвердили открытие Института дизайна и пространственных искусств в организационной структуре Казанского федерального университета. Я думаю, что Институт на все ваши вопросы будет отвечать, выполнять ваши заказы и надеясь, что там мы сумеем сделать или собрать. И это у нас ранее получалось. Всю элиту, работающую в этом направлении в Республике, как минимум. Приняли положительное решение по открытию кафедры квантовой и синтетической биологии в организационной структуре Института физики, учебные реставрационные лаборатории в организационной структуре кафедры реставрации наследия Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, Института международных отношений, а также лаборатория исследования строительных материалов и изделий в организационной структуре Инженерно-строительного отделения Высшей инженерной школы Набережно-Челнинского института КФУ. Необходимость создания такой лаборатории диктуется тем, что планируется получение лицензии на проведение соответствующих сертификационных испытаний, измерений и так далее, и организация практики студентов, обучающихся по строительным специальностям в Набережно-Чернинском институте. В завершение члены совета рассмотрели кандидатуры, представленные к присвоению почетных званий, заслуженный профессор Казанского университета, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации и заслуженный юрист Республики Татарстан.